Оксимирон в своём репертуаре. Будто их сбитсонист нежданно-негаданно просто подошёл и показал всем в елду. На связи Сименс, и сегодня речь пойдёт о просто пушечке, о настоящей бомбе. Да, я про ответный дисс Оксимирона в сторону Алишера. Ещё недавно ситуация с их бифом выглядела так, будто дед просто смирился и заглотнул. И я, откровенно говоря, так считал. Советую посмотреть мой разбор диса на Оксе от Моргена, чтобы понять, в каком же ахуе я был вчера ночью, когда вышел этот ответ. Засториов Алишер. И хоть немного тепла. Казалось бы, что нового можно раскрыть о человеке, который постоянно сам себя засирает и называет подписчиков ублюдками. Но вот Окси смог удивить и открыть по-новому даже известные нам вещи про Алишера. А какой сильный текст и панчи. Да что уж тут, вы видели клип, чуваки, это просто что-то. 8 минут тотального разъёба, который я просто не мог пропустить мимо. Сегодня хочу разобрать те панчи, которые многие сходу могли не понять. И поделиться с вами моментами, которые лично меня просто вынесли. Моментами, где я реально понял для себя, что Окси всё-таки не легенда, а вполне актуальный сильный артист. Сколько бы зашкваров Мирона Яновича не вывел наружу Моргенштерн, Оксимирон всё ещё остаётся Оксимироном. Многие рано списали его со счетов как артиста. Кстати, как думаешь, стоит ли нам ждать Версус Баттл Окси и Моргенштерна? Мирон, я вызываю тебя на Версус Баттл. Похуй, что он умер, мы возродим его. Ты же отец этой хуйни. Давайте же, наконец, пройдёмся по этой работе. Ведь в ней много интересного, помимо того, что Окси спалил свою жопу, чтобы пойти по стопам Эминема. Носит колпак, но он в шипах. Клоун так хочет дружить. Начало весьма безобидное, и меня не впечатлило. На поверхности лежит то, что Алишер клоун, как он сам и обыгрывал в своём альбоме «Миллион долларов счастья». Но если Морген использовал это в значении, что он сначала развлекал индустрию и был для них клоуном, а потом ставился между булок, то Окси же говорит, что он был клоуном с детства и стал таким, просто чтобы с ним хоть кто-то дружил. А никнейм Моргенштерна обозначает оружие в виде шара с шипами. Именно это оружие набито у него на лице. Это не подводная мина, как вы могли подумать. В общем, Окси обыгрывает это так, что данное оружие похоже на клоунский колпак, что очень символично. А его язык такой длинный просто потому, что это позволяет получить дозу внимания и немного пригасить боль в груди. Далее, если смотреть, где Окси говорит по делу, то есть именно по поводу Алишера, мне приглянулись все эти строчки. Я считаю это сильные слова, ведь если Морген в своем диссе угорал с Окси, что тот публично ноет из-за пощечины десятилетней давности, то Окси же наоборот делает акцент на то, что Морген закрыт для своих слушателей и даже для себя. Под вечный посторонний он прячет слезы в подушку, но это все детский лепет, дальше намного сильнее. Ведь Окси задиссил не только Алишера, но и шамана. Если ты вдруг не в курсе, шаман это дрыдастый чел, который 15 лет не был никому нужен и вдруг выстрелил с патриотичной песней. Я так понимаю, здесь Окси намекает, что Морген раньше тоже что-то пророссийское делал за деньги, а когда стало удобно, переобулся. Далее тоже довольно интересные подъебы. Если не следите, то Сатир в свое время пародировал и Моргена, и Окси. Суть в том, что в его пародиях намного больше таланта, чем в Диссе Алишера, где он по сути тоже был в роли пародиста. А про тайп биты это, если что, бесплатные второсортные минуса в стиле популярных артистов. После этого следует уже ранее известная инфа о том, что Алишер каждый раз звал Окси на фит, но получал отказ. То есть сначала он уважал Яна, а потом, когда понял, что это не дает выгоды в виде совместных работ, начал Диссе. И здесь подводит черту невероятно круто обыгранная строчка, которая мне крайне зашла. Ну а Моргенштерн раскрутился на цепи, это опять отсылка к оружию. Шар с шипами раскручивался на цепи, Морген же раскручивался в плане маркетинга, но тоже на цепях. Тех, что украшают шею. Утренняя звезда, в переводе с немецкого, Моргенштерн. Дальше намного сильнее и интереснее, ведь Окси будет говорить про ворованный стиль. Давай поговорим об индивидуальности. Сама фраза «Давай поговорим» является отсылкой к мега старой песне Алишера «Поговорим». Тебе сказали, будь собой, ты такой, окей, где референс? Референс – это работа, на которую можно опереться при создании своей собственной. Речь о том, что Алишер любит создавать свои треки целиком из треков других артистов, выдавая это за отсылки. И пусть с нами успех, но мы забудем о всем, что у нас есть. И пусть с нами успех. Еще один панч Окси меня, откровенно говоря, просто разъебал. Так заебал в Испанию, твоя мама сбежала, окей. И папа тоже, твой папа Кизаро. Про мать было явно лишнее. Но вообще очень смешно. Все вроде в курсе, что мать Моргена уехала в Барселону. И по случайным обстоятельствам, именно в Барсе живет еще один кумир Моргена, которого он постоянно поддевает из-за того, что он не хочет делать с ним совместную работу. Поэтому Кизаро и папа. И это мы еще даже не дошли до половины. А что дальше-то? Просто дикость. Настолько редкий голос, люди верят, что на Войсе в грязи был ты. В треке Окси от Эл Грязь есть голосовое от Алишера с респектом и приглашением в Уфу. Ты не мог бы уже наконец-таки выпустить что-нибудь? Угодненько и прекратить нам уже в Уфу наконец-таки. Все фаны Моргена поверили, что оно настоящее. Но это был просто похожий голос. На случай, если Моргену до сих пор не ясно, почему с ним отказываются делать фиты реально сильно артисты, Окси прошелся и по тем, с кем Алишер все-таки сделал фит. И это не самые уважаемые, по мнению Мирона Яновича, исполнители. Тимати, АК-47, все, что наркоману перепало, лишь кока и сода. Кока и сода здесь, клава кока и сода лав. Но давайте пойдем далее, там еще много крутого. Ведь Окси решил поговорить о его одиночестве. И в итоге задел не только мать Моргена, но и его покойного отца. Упомянул отца Окси с целью намекнуть Алишеру, что он может закончить так же, как его батя. Его отца предали друзья и забрали бизнес. После, батя Моргена просто спился. Но это не единственное святое, что тронул Окси. Дальше пойдет Дилара. Окси как бы говорит о том, что она была единственным реально близким человеком Моргена. Мне, кстати, очень понравился простой, но гениальный ход со словом «решила». Алишер наоборот. Но куда интереснее следующая часть. Про популярность. Окси задает логичный вопрос. Каково тебе такой суперзвездей тягаться с тем, кто хуй пинал пять лет? А про голое фото многие, я уверен, упустили момент. Тебя спросили про голое фото. Ты в интервью объяснил, что под кокаином все стало маленьким. На интервью у Гордона Морген оправдал маленький размер своего пеструна на слитом фото тем, что нюхнул Кокса. День, чтобы просмотром, кстати, я обогнал Бугатти на самокате. Тут Окси троллит Моргена тем, что его клип на трек Бугатти собрал меньше просмотров, чем Ойда, где Мирон катается на арендном электросамокате. Мне очень зашла эта деталь, ведь это действительно болезненная вещь для Моргена. Дальше, в части с голосом Дилары, на этом делается акцент. Мы перестали в чартах так долго держаться. И все, у человека будто жизнь кончилась. И это очень больно, хоронить живого человека. Несмотря на всю постороннюю, которую несет за собой Алишер, он серьезно относится к своему творчеству. От этого напрямую зависит его самооценка. И малейший провал заставляет его думать свести счеты с жизнью. Я пришел освободить мелкого Алишерку. Весь смысл дисс Окси выводит на нечто осмысленное. Вызвать у Моргена озарение, что он заигрался. Твоим не выжится урядный Алишер, либо легендарный Моргенштерн. Исхода 2. Либо он обычный Алишер, либо легендарный, но мертвый Моргенштерн. Я легенда, можно умирать. А последняя строчка просто дает свертушки в щи, что уж говорить. Напомнишь, ты съел я до сегодня, дед съел Моргенштерна. Окси действительно выкатил работу, которая перекрывает то, что сделал против него Морген. Трек реально заставляет начать немножко переживать за Алишерку. Только вспомни, каким он был во времена, когда из его жизни еще не пропали Дилара и Слава Мерлоу. Единственные люди, которые относились к нему реально по-человечески. А сейчас же он со временем становится каким-то все более неживым. Бросил близких, а теперь еще и скорее всего бросит нас, чтобы выйти на музыкальный рынок США. К фанатам, которые ему никогда не будут так же близки, как мы.